Всем привет дорогие друзья! Добро пожаловать на обзор карты Тутти Авод Комбо Варкап 296 И давайте собственно посмотрим карту. Маппер очевидно Тутти. Карта была очень даже неплохая В общем-то сначала у нас такие простые весьма падики. Ничего у нас здесь, никаких секретиков нету По высоте не дотянул, не дотянул, не дотянул разные-разные высоты, хотя возможно так и задумано, коль везде разные высоты Это стилистика ребят, вы ничего не понимаете, это стилистика. Дают нам плазму Здесь у нас для VQ3 есть такая вот диагональ, так скажем, которая нас столкнет в сторону куда нам надо плазмить Здесь мы встать нигде не можем и нас телепортируют сразу, да? Ну то есть нужно проплазмить сюда Либо упасть, если вы не можете плазмить и оказаться здесь, но все равно дальше вам нужно будет поплазмить Здесь у нас есть сейвовый такой островочек Плазмим дальше И здесь нам нужно завернуть Лежат еще патроны, если вы вдруг все истратили, можно их собрать И здесь со скальзыванием, так вот, да, либо просто прыжком мы можем долететь И здесь у нас отбирают плазму Дальше мы стрейфим-стрейфим Здесь у нас телепорт Можно сделать хороший выпрыг Рампочка абсолютно зеркальная Как бы стороны, да, без разницы влево либо вправо вы пойдете Но есть одна разница вот здесь вот Если вы идете по левой стороне изначально, то здесь вам закрывает обзор дерева И это не очень удобно Здесь у нас лежит БФГ с гранатой Нам нужно подниматься наверх И когда мы поднялись, этот триггер нам дает еще БФГ И можно ее, собственно, набирать Но, как бы, так как мы вылетаем с достаточно высокой скоростью В ИКУ-3, может быть, как-то можно умудриться взять две БФГ Но в ЦПМ это точно не вариант Это будет даже медленнее Здесь у нас просто рандомные падики Если мы падаем, нас телепортируют сначала Отбирают у нас БФГУ Падаем вниз, дают гранату Залетать нам нужно наверх Туда, давайте залетим Ясно Залетаем наверх Здесь нам опять же дают ракеты Можем взять сколько угодно Ну и, как бы, по плану, так сказать Я еще сразу обращу внимание, что здесь есть вот такие вот уголочки На которых тоже можно прыгать, стоять То и по идее мы с гранатой прыгаем Перелетаем эту перекладину Падаем вниз Делаем 2Х Правда у меня не получилось Но ничего страшного Делаем ДЕЛАЕМ Ладно, возможно я тороплюсь Делаем 2Х, 1.5Х И стены там достаточно кривые И Сейчас все ракеты потрачу Делаем 2Х И здесь у нас уже финиш И там напрашивается продолжение Я просил Димона сделать продолжение Но Не знаю, будет ли оно Очень похоже, что дальше нужно стрейфить Я не знаю, может будет там вот комбо 2 Было бы интересно Такая вот карта, она весьма простая Ничего сложного нету С ракетой Здесь вроде как даже если мы просто спрыгиваем Не можем делать 2Х Здесь можно просто сделать вот такие две ракеты и залететь То есть ничего тут по сути сложного нету Светящиеся окна Якобы Что-то светит, да Хотя вот это вот выглядит не очень Но это скорее косяк шейдеров каких-то Нежели Димона Так скажем Вот Ну и вот собственно Такая вот простая карта По роутам ЦП Здесь нам нужно набрать Где-то 900 Взять плазму И не Зацепить краешек Потому что если мы зацепим То мы можем удариться потом здесь в голову Ну и приземлиться нам нужно Как можно раньше Чтобы как можно раньше Начинать плазмить уже вверх Так Нас не отправляют обратно на плазму Так плазмим Потом плазмим наверх И сюда залетаем И здесь Есть нюанс Я видел Что люди просто соскальзывают И здесь у нас есть Чуть-чуть Прям вот чуть-чуть Есть там сколько-то 32 юнита По-моему Или 16 Димон говорил Тут есть место Чтобы сделать ГБ на краешке Кто-то это делал Я видел Но Есть более быстрый вариант Так как если мы Соскальзываем здесь То мы Тормозим А если мы соскальзываем С большой скоростью То мы все равно Приземляемся уже За И не там То есть за триггером Который отбирает на нас плазму Стало быть это Медленнее Нужно тормозить Есть вариант Который мы Тоже наверное Увидим А может и не увидим Но я вам Если что Если мы не увидим Я свою демку еще покажу Можно Слетать с плазмы Со стены И делать здесь Ским Делаем здесь Ским И сразу падаем туда Скорость там 800-900 Очень быстро Очень эффективно Ничего мы не зацепляем Здесь дальше Прыгаем Можем с дабл джампа Сделать Теледжамп Ну и сразу Желательно конечно Долетать сюда Потому что Если мы делаем Дабл джамп То это не очень В дальнейшем будет эффективно Ну на мой взгляд Да и не удобно это Как бы желательно конечно Сразу Залетать Сюда на краешек Стрелять гранату Здесь можно Также двумя способами Можно просто Кинуть Как я изначально делал Подниматься наверх Можно Кинуть ее И Затаймить это С дабл джампом В эту платформу Так будет быстрее Но Не особо Не особо Намного так сказать Так что Можно сделать И так Ну и Вылетать Естественно Нужно В ЦПМ Примерно С тысячей Там тысячи столбцов И Нужно найти Здесь для себя Постоянный Спейсинг Чтобы Не делать здесь Лишний прыжок А сразу Падать в эту дырочку Это будет максимально быстро А с гранатой здесь Стреляем на этой же платформе Делаем Хороший Гринейт джамп Который у меня Не будет сейчас Получаться И Нам нужно Сделать прыжок В общем то Вот на этой вот Перекладине Давайте попробуем Естественно Я же Я заранее Не готовлюсь А Почти Нужно сделать Максимально хороший Гринейт джамп Эх Мы сделаем это И Здесь Нам Так как нам дают две ракеты Мы можем сразу Лететь на финиш Давайте еще раз Ну вот как то так Вот Такой по идее Роуд в ЦП В АКУ-3 я не думаю Что много чем отличается Единственное что возможно Прыжок На этой Перекладине Будет не особо полезен Потому что Ракета В АКУ-3 все таки Она достается Позднее То есть да Свитч Пушек У нас в АКУ-3 медленнее Чем в ЦПМ И Будет наверное Выгоднее делать все таки Просто хороший 2х Либо там полтора х Ну в случае в АКУ-3 Я думаю что будет 2х Именно Ну что ракета летит медленнее Хотя не знаю Ну посмотрим Посмотрим А в основном Я не думаю что Карта В АКУ-3 Чем-то отличается От ЦПМ Разве что Какие-то Повороты Нам не особо Нельзя Будет сделать Да Давайте Я сейчас Быстренько Пройду Оп Не залетел Ну там нельзя Вроде залететь Я так уже Понадеялся Сразу В угол Падаем Э Э Э Ну Как-то так Ну и того там 36-37 секунд Выходит Если просто Пройти Ладно Что я могу еще сказать Я думаю что Многие заметили На этой карте На этой карте Что здесь Не дотянут Килл триггер Вот с этой стороны Я наверное В него не упаду Нет Упал Ну не килл то есть А телепорт Он чуть-чуть не дотянут Хотя с другой стороны Он работает Если снизу всплывать И кто-то говорил что Типа Ай-яй-яй Димон так нельзя Я думаю что Это Как Одимон и отвечал Собственно точно так же И отвечу Почти цитируя Одимона Что это Никак не влияет На геймплей Ну без разницы Если ты упал Ты все равно зафейлил Я понимаю что Есть люди Которые нам Отправляют демки С первым прохождением Условно да Что там Везде падаешь Демка на 15 минут Карта на 5 секунд Все в порядке Это бывает Но Никак это не влияет На геймплей Это дырка Поэтому Не стоит зря Наговаривать Димона Если уж вам Хочется докопаться До него То Я не знаю Найдите реальную причину А то вот это выглядит Чтобы просто Типа такие Ха смотри что я нашел Ты лох Ты там не дотянул Я думаю что Димон Достаточно уже опытный Маппер Тем более что он Мапит гнеги А гнеги это Высший уровень Маппинга Ребят Вы бы видели как Сконструированы гнеги Вы бы Вот на это На это даже Ничего не сказали Потому что Если он не дотянул Значит ему было Лень Либо просто не дотянул Либо хотел Но забыл И Как бы На этом все Так сказать Ну все Давайте смотреть демки Ваку 3 И в конце И в конце еще В МБО мне отдельно Скинул демку В конце всех демок Мы ее обязательно Посмотрим Покомментируем И еще такой момент Что Иногда пишут в комментариях Мол Че ты демку не скачал из демос Там у романа Топ 1 Мы тебе писали в комментариях Ребят Если хотите Какую-то Если вы видите там Топ 1 демку В МО конечно наш друг И он не сделал топ 1 Поэтому мы его демку посмотрим Но если вы Вы не наш друг А вы просто любитель Посмотреть обзоры И Допустим как Блэйд И просто Так Срет Мне в комментариях Везде Что Ой даже там Мог бы и демку романа Показать Я не поисковик демок Ребят У всех У кого такие мысли Возникали Что Ой не показал То не показал Все Я показываю демки Которые нам присылают Если бы Роман хотел Чтобы его демку посмотрели На обзоре Он бы ее отослал Другое дело Если он не успел Забыл и так далее Вы можете всегда мне лично Скинуть эту демку Потому что Я искать ее И искать отдельно демки не буду Перед каждым обзором Где там топ 1 Где там Чего Какие срезы и так далее Тоже меня поймите Обзор и так Занимает Достаточное Время Еще Если я для него Буду готовиться И искать Все Всякие Разнообразные Демки обзоров Мы будем видеть Все реже и реже Потому что Это утомляет Ладно в общем Я надеюсь Вы суть уловили Да Если вы хотите Чтобы вашу демку показали Вы не успели Не отослали Забыли Но очень Хочете Чтобы я ее Покомментировал Либо просто Показал То Отсылайте мне Лично в дискорде Все контакты Есть всегда в описании И я думаю Что в принципе найти меня В дискорде Не так тяжело Ладно Космобайкер 46.3 С Украины Давайте посмотрим Как выглядит В К3 Роуд простой Явно не так Я пожалуй Скажу Что Выглядит он не так Здесь просто С прыжка Ну В К3 Тоже можно Соскользнуть Единственное В К3 Вот здесь Рампочка Не очень удобно И теледжамп не сделать Но я думаю Что это ничего страшного Хороший подъем Вполне себе Зафейлил Только начало В ФГ джампе Не получился Ну будем рже Да говорить Какая разница Поближе подошел С гранатой И Просто С двумя ракетами Вот пожалуйста То есть карта Проходится Очень просто 46 секунд Выполнено все неплохо Но вот единственное То что врезался То что упал Еще там Я бы на самом деле Перезаписал Эту демочку Не очень Такой Ну Косово байкер Ну ты уже свой человек Мог бы Мог бы и перезаписать Но на самом деле Ты же знаешь Что мы такое не любим Мы любим Пусть медленное Но чистое прохождение А не спотыкания На каждом углу Ну на каждом углу не было Но я условно Утрирую 45.5 Герф Из Китая Йоу Герф Если вы смотрите Это Найс Харбит Коджин Космобайкер Вау почти почти Погодние Още и еще такой момент кстати ребят что вы же знаете что граната и так взрывается 3 секунды давно там две с половиной не суть мы все говорим 33 секунды зачем вы ходите еще пешком чтобы поближе встать вы можете и так перелететь а там не сложно там даже хороший типа идеальный гринный джамп не надо делать поэтому но это вот вот то что вы походили кинули гранату вы потеряли на этом секунды 2 точно пока вы там ходите что-то делаете ищите какую-то свою отметку точку либо гранату поближе кинуть не надо всегда я всегда говорил что гранату лучше всегда пытаться кинуть заранее куда-то наперед если есть такая возможность и так далее как можно раньше потому что у гранаты тоже есть тайминг который ты никак не сократишь 41.7 комполомус давно обзор не писал на разболтался но я надеюсь вы не против так это уже хорошо это мне нравится так очень хорошо думал в реже врежется в игре интересная в фига конечно получилось две даже до 2 бы взял или он а нет он или он со мной поднялся вообще не совсем понял вот опять лишнее движение и хороший 2x хорошо долетел и финиш отлично хорошая демка очень даже очень даже хорошая так пашка из из спб beat x rocket 2 player name может пашка это beat x откуда мы можем знать ну начало не самое эффективное зато тут соскай соскальзыванием очень очень круто прямо видно что тренировался сразу обе пушки взял так все неплохо падает вот опять подошел к стенке ну я понимаю что так вам возможно чуть чуть легче но не надо пытаться себе максимально прямо облегчить раунд если вы знаете что нужно ее стрелять сразу и что это не 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 настолько сложнее чтобы этого не делать надо это делать потому что в этом вы же расти будете от этого в скиле если вы будете постоянно ходить поближе чтоб кинуть гранату у вас никогда ничего не не получится 41 5 skyx тоже с прыжка не стал плазмить там тоже со скальзыванием хорошо по правой стороне ну не знаю я бы предпочел конечно всегда себе левую сторону без этого дерева очень хорошего фга получилось и опять пешочком ходят какая-то своеобразная под себя когда получилось и долетел тем не менее я не знаю скаx планировал ли ты этого получилось хорошо волка ноид 41 и 4 так уже без остановок тоже со скальзыванием по правой стороне ой бифага медленная на самом деле очень не очень хорошо получилось тоже поближе подошел ну и здесь просто с двумя ракетами ну возможно мало поиграл хотя 212 минут сервер тайм 212 поиграл мало волка ноид надо 213 минут сразу и все получилось кузлях 41 и 0 так отошел за кофе для пельмени горят о привет кузлях как дела хорошая плазма здесь у нас прыжка но ничего страшного тоже по правой стороне все все хотят в дерево дима надо было заклипать это дерево было бы лучше нормально бифага неплохая нормально бифага правда вот здесь лишний прыжок сделал видишь перед дыркой сделал прыжок вот вот хотя бы да как вариант то есть он стрельнул гранату сразу кузлях просто плюс реп плюс реп давайте-ка все ставим лайки кузляху на дымку очень-очень классно молодец затаймил кинул наперёд просто хорош 40 и 0 дивок к виды к виды хорош халби мало кто пока использует хороший старт чтобы не делать лишний прыжок один раз мы только видели мог бы от под можете от потолка отстреливаться даже ничего страшного и лишний прыжок опять совершается тоже сразу кидает а я дурак походу вы вы меня там же наверно это в чатике засираете да что я тупой граната же не дается сразу есть время походить но я могу это так сказать оправдаться я думаю что многие ходили дольше чем достается граната это прям вот по любасу поэтому дивок и кузлях красавчики а вы все не очень потому что вы по любасу ходили дольше чем граната достается 39 и 9 джапань но в любом случае если вы сразу же кидали ее как только на вас досталось простите был неправ и ничего страшного если я ошибаюсь это нормально совсем забыл так хорошая плазма хорошее начало хорошая рампа по левой стороне шоу интересная бфг и зафейлил судя по всему бы фигу но ну да вот ходишь чуть чуть дольше чем она достается это конечно минус но рокер рокет хорошие да и нужно пытаться отстреливаться от стены на бфге когда по крайней мере когда ты вылетаешь снизу потому что так скорости больше очевидно чем то есть у вас там две бфге 1 вверх другой диагонально и уже от стены 3 они от пола так конечно будет намного эффективнее 36 томми так неплохой стрейф без остановок хорошо соскользнулся быстро немножко на рампе споткнулся ничего страшного но стену надо в стену себя толкать и лишний прыжок не сделал прыжок на зацепил тоже конечно не очень хорошо гранату кидают сразу перелетает скорости много и просто с двумя ракетами тысячи сто отлично вообще очень красиво хорошая дэвка жаль без логина хорошая дэвка вовка 30 и 5 так нон-стоп плазма это хорошо соскользнул все быстро по левой стороне скорости много так вот сразу к стене вот только не совсем прямо хорошо получилось но это уже что-то это уже что-то гранату естественно кидают вовка сразу не очень хороший получился грины джам еще зацепился но кое-как кое-как долетел нормально нормально так уже пошли выстрел в стену неплохо хорошо 38 1 мразоров и я захотел кушать информирую допишу обзор съем сырочек с кокосом так носа плазма тоже очень низко залетел это тоже плюс потому что пока ты на эту платформу падаешь это тоже все время без стены ну скорости нормально лишний прыжок не делал тоже сразу кидал гранату прямо зажалу кнопку выстрела и просто с двумя ракетами но 2x естественно поэффективнее был бы тоже без логина но собственно и так сойдет 36 6 от эйсит а цвет это другой человек это эйсит из красноярска хорош халбит очень хорошо много скорости тоже низко достаточно заплазмил очень много скорости прям хорошо так от стены вот видите он вылетает сразу тысячи у него где там 950 да он добрал видите как это быстро сразу кидал гранату и и делал 2x очень хорошо очень хорошо прям красиво мне нравится брич 3 место поздравляем тебя 36 1 из швейцерленда она же швейцария халбит нету здесь как бы особо не нужен слишком высоко сейчас было плазмил то есть он потерял какое-то количество времени пока падал еще с этой плазмы тоже об стену но ответе об стену такая вы сразу имеешь 800 ты не ждешь пока приземлишься в готовься от стены всякое эффективнее сразу кидал и с подсебяшкой нормально 36 1 ну блин гренка наперед от кузлеха мне все-таки запала в душу очень-очень классно кузлех прям молодец стараешься я вижу что ты стараешься братом давай ты ты можешь сделать 40 давай ну не то чтобы течис надо идти играть просто как бы ты ты можешь ты можешь лучше про кип-оп 36 1 2 место поздравляем тебя чуть-чуть чуть-чуть перебил брича это хорошо про кип-оп уча в топ и про кип-оп хорош так ну стоп плазма ну высоковато чуть равно падал какое-то время 34 и 4 говорит роман надо посмотрим сколько там пакистан сделал но я бы в стрелы у романа дырку здесь тоже от стены 1000 скорости очень хороший гринейджам из подсебяшкой просто 1200 и финиш очень быстро плюс 800 до у него еще до река плюс 800 стало быть 35 и сколько это 43 до или или больше ну короче в 35 на но пакистан явно не топ-1 ну да ладно зато топ-1 на компетишне зато он отослал в отличие от тех кто топ-1 на серверах и мы его дымку посмотрим fps пакистан 488 насколько я помню 35 7 первое место поздравляю тебя пакистан очень высоко очень много времени потерял на плазме где-то 200 наверное или 300 потерял на плазме очень хорошая бфга хорошая граната то что такое и хороший финиш пакистан хорош молодец спасибо ребят спасибо я знаю что вы пишете будь здоров спасибо я постараюсь 44 5 спм быстрых с 8 рус так пешком ходил очень зря здесь много лишних прыжков но тем не менее залетел пытался сделать какое-то подобие теле джампа естественно нужно потренироваться еще гранату с прыжка тихонечко забрался сбоку бой джамп 2 ну главное что чисто да то есть человек просто набрал аркет пожалуйста вот и все вот тебе и чистое прохождение без без каких-то помарок то есть понятно что допустим лишнего он походил пешком на стол нигде не упал зато он сделал все четко все сделал так как точно смог бы так сказать у него все получилось 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 чистое приятное к просмотру хоть и медленная демка 42 и 2 кузлех так опять в кутрилические так сайта ран от кузлеха ну ему так проще но что поделать ну бывает что теперь но бфг не дала вообще скорости это конечно минус ну в цпм то уж точно надо кидать сразу как бы как только приземляешься потому что граната достается сразу но имейте ввиду что кузлех дважды кинул гранату наперед дважды и я уверен что дважды это только в этих прохождениях которые получились и еще раз возможно 100 150 в прохождениях которые не получились crazy из краснодара 42 на 2 секунды перевел кузлеха методы crazy интересно у нас новые люди появляются тоже выкутрилический выкутри подобный но опять же пока что все чистенько все все хорошо близко к стене но где будет использовать ну нужно конечно максимально рано использовать но я думаю что молодой человек просто использовал ее когда использовал ее раньше падал потом в воду вероятно поэтому он решил использовать ее после воды что в целом как бы understand understandable то есть это все можно понять ничего страшного нет но все-таки нужно пытаться чуть-чуть эффективнее а демка хорошая чистенькая ну прям радуете меня вот сегодня прям вот молодцы на этой карте все молодцы вовка 387 не очень хороший стрейк но скорее всего просто потому что под спейсинг так нужно было хорошо завернул теледжамп не получился тоже нужно этим джампа потренировать стене все хорошо скорости конечно не очень много но гранату затаймил с бифугой очень хорошо гранату кинул почти сразу же ой не получился немного и опять же зацепил не замуж тебя такой род зацеплением там этой перекладины но это медленнее ты как бы учти да ты знаешь что это медленнее и нужно все-таки получается или нет я еще понимаю тот факт что этот момент это граната у вас у всех она как бы на финише и она она ну надоело она просто невозможно и не получается и так и сяк и тип уже хоть как бы да да пройти да я понимаю но нужно стараться нужно нужно стараться лучше как бы это так сказать старого уже не звучало это всегда актуально всегда можно лучше ребята всегда и в этом случае в любом другом можно чуть чуть лучше вот можно вот не зацепил бы вот сделал бы 38 и 6 уже другой тайм а если бы не не ходил пешочком кинул гранату сразу и сделал бы допустим 2x попробовал да а вдруг получится а тренировать надо все равно как-то а варкапы как раз тренируйте вот вам варкапы они ни на что не влияют никто вас не гнобит за плохую демку за то что у вас что-то не получилось например да но если только у вас демка не такая где вы спотыкаетесь об каждый угол конечно тогда мы немножко будем недовольны но мы я имею ввиду обзорщики да я там димон иногда у нас бывает даже дональд был ну короче имейте ввиду что все это время все это время что что вы где-то зацепились сделали то все обращайте время на свои чеки обязательно этого просто всем на будущее я думаю что даже пусть будучи это все знаю например иногда не обращают на это внимание на это нужно обращать внимание что где-то роут возможно немного неправильный ну короче ладно 376 лолипопа линиус надеюсь я сегодня не очень душный если душный простите уж меня я давно с вами так стать не общался о по буст буст он конечно он конечно не нужен простите я немного приболел простите пожалуйста но красиво красиво он ненужный но красивый не к стенке полетел очень обидно лолопопа линиус ожидал я тебя конечно большего зато гранату кинул сразу и полтора x и хорошо залетел на финиш хорошо хорошая дамка хорошая но бф его я все еще не доволен космобайкер точно такой же тайп поставил 37 680 бывает бывает и такое в наших кругах так сказать хорошо повернул очень высоко заплазмил очень много очень долго все это происходило но старт очень хороший сразу залетит нет не залетит до божан тоже не получается все хорошо это же не у стены тоже не у стены ну что ж вы такая лишний опять же прыжок почти сразу гранату выпускает поближе да и просто две ракеты ну финиш немного медленный старт очень даже мне понравился ну и бы фига естественно как и у остальных у всех пока что бы фига не впечатляет сергикус 36 4 проверил работает и мышка то что то это не важно так хорошо низко залетел тележан почти получился прям на краеш крампа упал хорошо опять не у стены хотя он потом к стене по крайней мере припрыгал тоже тоже неплохо хороший вариант лишнего немного походил хорошо перелетел и просто вот две ракеты да блин димон я тебе предлагаю знаешь чё я понимаю что карта рассчитана наверняка как бы на любой скилл так сказать что можно и так и сяк ее пройти но я тебе предлагаю вдруг если однажды еще такое будет сделать чуть повыше такую платформу в плане пусть они делают все два икс полтора икс пусть не будет такой халявы что можно просто двумя ракетами но это же медленно блин либо я опусти если ты залетаешь с двумя ракетами ты залетаешь в другое место в другую комнату которая допустим ниже до находится и она медленнее чем это которую ты делаешь полтора x 2x вот такое предложение потому что ну блин видно что видно что вот допустим сергейку сможет этот полтора x сделать но почему-то не делает потому что и так можно наверняка и он не старается то есть он пытался пару раз не получилось но его нафиг буду делать стабильно но стабильно это конечно хорошо но пробовать и учиться чему-то новому и более сложному конечно же необходимо иначе как вы потом будете все на более сложных картах играть и уж тем более если когда будете участвовать надо fvc у вас будут большие проблемы и вы вспомните меня и вспомните мои слова что я вам говорил что надо стараться лучше всегда я понимаю что может вам лень там и так далее но полтора x сделать не так уж и сложно надо всего лишь понять для себя как он делается когда кидать ракету и так далее 362 кипиш какой-то я сегодня душный конечно да все получаю у вас но возможно кому-то это будет полезно мы же делаем обзоры не только для очень быстро очень очень быстрый кипиш молодец и хороший тележрам мы же делаем обзор не только для про игроков которые все узнать все умеет у нас участвуют очень много новичков которые возможно некоторые моменты не понимают не видят еще что-то я вам пытаюсь подсказать гранат стрелял сразу хорошо перелетел ну не то что прям очень но перелетел взял по троиц и добрался до забора там динозавру и место 35 3 волканойт лишний конечно прыжок немного сделал залетел высоко относительно цп получился небольшой буст выглядит пока все прямо прекрасно и к стене полетел неплохо лишний прыжок не делает не зацепился на краешке входит пешком высший ребят вам сколько лет три или во сколько там еще не ходят пока то есть уже начинают ходить не надо ходить пешком 340 начискал хороший тайм кстати отмачиваться 340 это вполне себе уже достойно полный буст высоко конечно с кого-то залетел но ничего страшного еще пуст неплохо так делает от стены правда немного поздно но все равно неплохо сразу кидает гранату наперед нормально хорошая страта о вот хороший финиш просто начался красава я вот уверен что он потратил кучу времени чтобы это все сделать по крайней мере финиш у него получилось и видите какой результат так все красиво его похвалили он сейчас будет думать что я хорош надо стараться еще лучше чтоб меня хвалили еще правильно как бы ну ну вы поняли да к чему я то есть человек вот постарался а не сделал бы эту срезу допустим а сделать ее может любой по сути то есть там она тоже не такая не такая уж прямо и сложная если так посмотреть но смотря по каким меркам но выка вы короче меня поняли skyx 33 9 добираемся мы до топ-3 уже сейчас я вас отпущу всех кушать писать кекать там кто куда да кто кто где смотрит обзор сейчас душнилова уже закончится вот со скимом пожалуйста мы увидели вот со скимом тоже быстро только зацепился конечно оба фиге здесь сразу к стене скорости не очень много но попытка хорошая нужно конечно чуть чуть больше скорости на скиме и тоже такая вот срезка этого по троих войны финиш и зацепился но бывает бывает темка очень хорошая топ-4 skyx я тебя поздравляю на самом деле хухала хухала топ-3 32 и 8 ничего себе давайте посмотрим поздравляю хухала так тоже в пустом а я знаю эту модельку только я не помню я на ней играл я не помню как назвать но только классно до в открытской то игры на поле ли с комикса кое не помню хорошая бфг а лишний прыжок по сути получился это не очень хорошо зато сразу кидают гранату и тоже это срезка получается посетите в принципе если топ-5 это делает то я думаю что это не так уж и сложно то есть это не среза которую сделал только топ-1 или там только топ-3 это пять человек уже сделали по сути я уверен что у них тоже все то же самое там будет так что имейте ввиду я думаю что при должной должной тренировки так сказать потратить день просто денек вот не просто так играть карту а именно вот это вот потренить эту гранату потренить чтобы вот так вот и залетать более-менее постоянно и делать вот эти ракеты сразу на финиш потратить но не день ладно условно говоря да игровой день то есть потом пару часов в день если вы играете вот эти пару часов потратите вот на этот tricks и на следующий день у вас он уже будет получаться намного стабильнее чем вы можете подумать поэтому имейте ввиду 35 пус какой-то я душный мяч с я сам себе и даже не нравлюсь но простите так вышло что не мог писать обзоры долго хороший буст очень хороший буст хороший выпрыг можно было конечно получше но и так сойдет сразу залетает ой пешком ходил сбыв и гиды гранаты пешком ну пус вот видите тоже ходил пешком там где никто не ходил пешком хорошая граната очень много скорости финиш прямо хорош финиш хорош но ходить сбыв и гиды гранаты пешком ну пус но сделай прыжочек но этаж ну ну чё ты так летим первое место поздравляю пустя со вторым кстати говоря первое место летиум 29 4 никто по ходу такой с ким не сделал у меня 27 давайте посмотрим ну минус 200 до хотя сделал тоже все достаточно быстро вроде и вот он делает с этим дабл джампом плюс 40 скорости чуть больше хорошо получилось граната и собственно плюс 200 до поздравляю литию неплохой роут но естественно надо было эту карту поиграть карта классная но как всегда времени не очень хватает чтобы все все варкапы затрачивать некоторые некоторые удается некоторые нет ничего страшного я и не отправляю демку если мне не удается но я всегда могу сказать что ну нужно лучше я думаю что можно сделать 28 вполне себе итак давайте посмотрим демку в мою все молодцы все хорошо постарались на этом варкапе демки хорошие чистенькие почти нигде никто не упал вот такой мини-буст и тоже делает буст на плазме красавчик все красавчики кто делал буст не очень качественная бафуга прям бафуга ну не очень счетом зацепился еще тут везде зацепился в эти краешки но финиш хороший финиш хороший финиш конечно залетел красава так мы давайте посмотрим если у меня это демка да вот она нацепился я просто хочу показать как выглядит ским чтобы вы понимали вот таким образом и скоростью у нас достаточно сохраняется и здесь у меня скорости немного поменьше чем у литиума собственно почему он и вышел здесь плюс ну и ракеты слишком уж высоко я дал из-за этого скорости в целом меньше ну то есть вид можно можно я думаю тут взял 28 получше за скимить еще и так далее в общем то вот ребят такие дела так сейчас секундочку посмотрим мы таблицу так что у меня лишних окон открыто сейчас прошу прощения лишние окна нам не очень нужны так шоу нас тут 16 маку 3 14 cpm 19 комментариев все неплохо людям получает много рейтинга потому что людям ли редко у нас отправляет кузлях получает минус за гранату наперед слишком плохо кинул наперед а здесь кинул хорошо наперед гранату 11 очков получает в плюс ну и в общем то вот такие вот у нас результаты всем спасибо что так сказать были с нами на нашей премьере уважаемые подписчики приходите на стрим вероятно он сейчас идет twitch.tv slash wood их точно так же как и называется канал youtube а если кто не знает и можете наслаждаться дефрагом онлайн так сказать я не знаю чтобы не играть но наверное наверное я стримлю если я не устал или не забыл или мне не лень в общем все ребята давайте всем удачи всем спасибо и и старайтесь лучше